Ну а если серьезно, друзья, вот меня очень радует, когда у нас в церкви присутствует такая разновидность. Вот мы смотрим на все вот эти плоды, и они красивые, и их столько разных, они с разных сезонов, когда они растут, может быть, да, или вызревают. И знаете, я подумал о том, что как здорово, что в церкви есть такая же разновидность. В прошлое воскресенье хор пел, сегодня группа прославления, сейчас оркестр, кто-то периодически там соло может спеть или певческой группой. Друзья, Бог любит разновидность, в этом есть красота Божьей любви, когда Он объединяет такое разное количество людей с разными способностями, с разными возможностями, с разными дарами, но все они служат Господу. Разве это не красиво, друзья? Скажите аминь, если вы согласны. Аминь, слава Богу. Поэтому у нас очень мало времени, но я сегодня хотел бы ответить на один из важных вопросов. Он не суперважный, но он важный вопрос. Это вопрос, который я периодически слышу, когда я говорю о том, что у нас вот в конце ноября будем праздновать жатву или День Благодарения. Один из вопросов, который я слышу, а что так поздно? Кто думает, что это поздновато? Кто думает, что не поздновато? Кто боится ответить, чтобы быть неправильным? Честно, да? Окей. Хорошо, друзья, несколько моментов, которые я хотел бы коротко осветить. И почему, например, последних, вот я не знаю сколько лет, но достаточно долго мы совмещаем праздник жатвы и праздник Дня Благодарения? Ну, здесь есть практические вопросы, потому что мы живем в контексте культуры, которая не столько празднует жатву, сколько празднует День Благодарения. И поэтому делать это на английском служении, но не делать на русскоязычном служении как-то проблематично. Или наоборот, делать праздник жатвы на русском языке, но не делать на английском тоже как-то какой-то диссонанс. Но не это есть даже и основная причина, друзья. Поэтому давайте быстренько ответим на этот вопрос. Что же говорит Писание о праздниках вообще? Если мы изучим 23 главу Левитом, то мы увидим, что там описываются определенные праздники, которые праздновал должен быть народ израильский. И сегодня мы постараемся несколько вещей увидеть, несколько закономерностей в этих праздниках и увидеть Христа в каждом из них. Каждый из этих семи праздников, которые там описаны, это важные праздники, потому что они были связаны с тем, как Бог заботился о своих людях. И люди в результате этого благодарили Бога и поклонялись Ему. Это была ответная их реакция к поклонению Богу. Более того, практически каждый из этих праздников, он был прообразом, который указывал, знаете на кого? На Иисуса Христа. Он указывал на Иисуса Христа. И есть элементы этих праздников, которые явно указывали на Мессию, который придет и который совершит самый важный труд, самое важное дело. И самую важную миссию, это искупление человека от греха. То, что сделал Иисус Христос на кресте, это то, на что указывало, чем был прообраз всех этих праздников, которые указывали на Мессию, на Иисуса Христа. И Он вернется. Друзья, вы верите, что Он вернется? Он вернется, и каждая народность, каждая страна, абсолютно каждое географическое место со временем будет поклоняться Ему. Но сегодня мы знаем, что Иисус Христос завершил работу искупления, труд искупления, действия искупления на кресте. И поэтому праздники, которые указывали на то, что Он сделает, они не являются обязательными для нас. Поэтому мы не практикуем сегодня празднование всех древнеизраильских праздников, потому что они показывали на то, что уже произошло. Они указывали на то, что придет Мессия, который умрет за тебя и за меня, и искупит нас, и восстановит наши отношения с Отцом. И сегодня мы свободны не праздновать эти праздники. Мы можем их праздновать, но мы не обязаны их праздновать. Посмотрите, что написано Колоссянам, 2 глава, 16 и 17 стих. Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или послушайте, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при Новолунии или Суббот. Почему? Потому что все это лишь тень того, что должно было прийти. Оно уже пришло. Реальность сегодня, реальность сегодня для каждого христианина, для тебя и для меня, это Иисус Христос. Вы в это верите? Друзья, вот наша реальность, и поэтому мы не обязаны и не осуждаем друг друга, кто когда что празднует и почему, потому что наша реальность Христос. Но мы знаем, если мы не обязаны это праздновать, мы можем это делать, но нам все равно нужно понимать важность этих праздников, почему Священное Писание говорит о них и каким образом они указывали на Христа. И вот сегодня я хотел бы вместе с вами этот обзор сделать. Начиная с весны, самый большой, самый важный, скажем, праздник, это какой праздник? Пасха. Пасха, пасхальный праздник. Пасха это тот праздник, который начинал вот этот сезон. И интересно, что первых три праздника, которые вы увидите из семи, которые описываются в Левитах, Левитам 33, 23 глава, то мы увидим, что первых три праздника, они происходили один за другим. Они были очень быстро один за другим, один за другим, потом один чуть-чуть позже мы поговорим об этом, и потом было три осенних праздника. Эти праздники были тесно связаны с народом израильским, который был культурой агрикультурной. То есть эти люди, которые жили агрикультурой, они выращивали какие-то вещи, и они имели животных, за счет которых они жили, мясо и так далее, их шерсть и так далее. То есть это люди, которые жили за счет того, что они выращивали и чем кормила их земля. И это было очень важно. Если был плохой урожай, они голодали. Если был хороший урожай, у них было есть что кушать. И поэтому их жизнь была тесно связана с этими практическими вещами. И поэтому Бог очень четко прописал определенные праздники, где цикл их жизни год за годом был привязан к благодарению Бога в этих аспектах. Если оно хорошо выросло, это не потому, что ты так хорошо посадил, хотя это тоже важно, но потому, что Бог разрешил этому сделать, и Он благословил это. Если оно хорошо выросло и много урожая, это потому, что Бог благословил дождем в местности, где все очень сухо и каменисто. Так вот, Пасха – это один из праздников, важных праздников, который не столько связан с выращиванием чего-то, но, как вы знаете, Пасха – это праздник, который был связан с празднованием спасения народа израильского из плена египетского, когда Бог вывел народ, и когда был наказан Египет, а когда израильский народ, израильские семьи, которые окропили свои дома, двери, кровью ягненка, были спасены. Когда Бог послал это наказание на Египет, там есть прообраз. Прообраз вот этой крови ягненка, которая была символом или знаком защиты этих семей. Это прообраз Иисуса Христа, который спасает нас, который пролил эту кровь. И сегодня мы защищены, очищены, пролитой кровью Иисуса Христа. Пасха указывала на то, что произойдет на кресте. Мы спасены сегодня, потому что кровь Иисуса Христа была пролита за нас на кресте. И поэтому Пасха – это было первое такое большое, грандиозное событие, очень важное в жизни израильского народа. Когда Иисус Христос проводил вечерю с учениками, Он когда это делал? На Пасху. Они ели пасхальный ужин, когда Он давал им вот эти инструкции, говорил о Новом Завете. Поэтому это первый праздник. Пасха напоминает нам, как мы были спасены сегодня. Она сегодня напоминает нам о том, как мы были спасены и как мы были искуплены от греха. Как мы полагаемся на Бога. Как Бог заботится о нас. Второй праздник, который вы видите на экране, это праздник опресноков или опресного хлеба. Это праздник, который начинался сразу же после Пасхи и продолжался приблизительно неделю. Он был неделю и во время этого периода времени не было использовано ест или дрожжи. Не было закваски. Не было закваски. И здесь тоже есть определенный символизм, определенный прообраз того, что указывает нам с вами сегодня на нашу с вами жизнь. Во время Нового Завета эта закваска, она часто проводилась с параллель такая, что есть вещи, которые загрязняют, портят, заквашивают нашу жизнь. Которые что-то меняют. И маленькое количество этой закваски, оно может повлиять на все остальное. И сегодня это тоже напоминание для нас с вами. Христиане должны жить нашей новой жизнью в святости и в чистоте, насколько это возможно в этом греховном мире. И, друзья, напоминание каждому из нас сегодня с вами, это умертвлять, умерщвлять грех в своей жизни. Потому что это та самая закваска, те самые дрожжи, которые очень быстро приведут другие аспекты твоей жизни в разруху, которые будут влиять на абсолютно все уголки твоего сердца. Христос очищает нас от греха. Он очищает нас от этого, потому что мы теперь не рабы. Да, мы грешим, да, мы спотыкаемся, но у нас есть сила победить этот грех. Мы свободны оставить нашу прежнюю жизнь в прошлом, меняться силой Духа Святого. И мы должны очищать себя, друзья, испытывать свое сердце и изгонять абсолютно каждый элемент, который мы можем видеть. Мы не можем относиться к этому, ну ничего страшного, его там немного. Друзья, это та самая закваска, которая повлияет на все остальные аспекты нашей жизни. Третий праздник, который тоже начинался сразу после этого, это праздник первых плодов. Праздник первых плодов. Не забывайте, что погода совершенно по-другому работала. У них вещи, которые были засеяны, они поспевали совершенно на другом расписании, в другой период времени, чем мы бы могли ожидать здесь, или в Украине, или в России, например. Совершенно другое расписание. Так вот, праздник первых плодов, это было начало урожая. Это когда появляются первые-первые плоды, и их нельзя было есть до той поры, пока с этих первых плодов не была принесена жертва Богу, как благодарность за то, что Он позволил этому произойти. Друзья, здесь есть большой урок. Мы часто работаем как-то с Богом по остаточному принципу. Вот если у меня останется время, я буду служить. Если у меня останутся деньги, я буду жертвовать. Если у меня останется сил после работы, то тогда я буду использовать свои силы во славу Божью. Но здесь мы видим, что работает все совершенно по-другому. Бог только-только людям, у которых не было уже больше урожая, только появляется, вместо того, чтобы забрать это себе, Он говорит, стоп, признайте сначала, кто вам это дал. Принесите жертву, поклонитесь, признайте, что Бог благословил вас это, друзья. И это было как раз первым праздником благодарения. Это когда евреи приходили и приносили жертву с этих первых плодов. До того, как они имели право сами ее есть. Это было напоминание. И сегодня нам с вами о том, что мы должны доверять Богу и быть благодарны Ему за Его благословение в нашей жизни. Не по остаточному принципу, а по first and best, по первое и лучшее должно принадлежать Богу в нашей жизни. Наше лучшее время, не когда мы усталые и просто хочется сказать, Господи, спасибо за все, аминь. А когда ты действительно проводишь время в молитве, не когда ты уже устал и не можешь служить, а ты выделяешь, когда ты еще можешь это делать, когда у тебя есть силы. И потом оставшееся время распределяется на работу, бизнес и на все остальное. Друзья, не давайте Богу остатки. Я когда-то делился этим примером, и даже вот не буду сейчас надгрызать эти яблоки, но Фрэнсис Чен как-то показал, я даже на церкви иллюстрировал это вам. Он взял вот так вот яблоко, откусил его, почти доел и потом говорит, ну вот, на. Вот как бы вы отреагировали, если вам такое наполовину съеденное яблоко бы отдали? Это то, что мы делаем с аспектами в нашей жизни. Мы надгрызли, надгрызли, мне нужно вот это, мне нужно вот это, мне нужно вот это, а вот теперь я это готов пожертвовать. Огрызок. Огрызок времени, финансов и наших сил. Праздник первых плодов был праздником, который заставлял людей вспоминать о том, что первое и лучшее принадлежит нашему Господу. Вот три праздника, которые начинались с Пасхи и очень быстро один за другим были. Это весенние праздники. Потом был четвертый праздник, был небольшой перерыв, он называется праздником недель. И после того, как урожай начинали собирать, отсчитывали семь недель, семью семь сколько будет? Сорок девять. И на пятидесятый день праздновался этот праздник. Как вы думаете, этот праздник назывался? День Пятидесятницы. День Пятидесятницы. Семь недель. Это был праздник завершения сбора урожая. Это тогда, когда урожай уже собрали. Поэтому, друзья, жатва в Израиле, она была где-то в мае. Окей? Поэтому, как у нас немножко опечатка была, рождественский праздник 28 июля, я не знаю, кто заметил или нет. Если не заметили, это лучше, наверное. Так вот, это не опечатка, это реальность, когда праздник жатвы был намного раньше, когда собирали урожай, и урожай заканчивали собирать в течение этих семи недель. Праздник недель. Посмотрите, второзаконие, 16 глава, 9-10 стих. Отчитай семь недель со времени, когда ты начинаешь сжать серпом в поле, и отмечай праздник недель Господу твоему Богу, отдавая добровольное приношение в соответствии с благословениями, которые дал тебе Господь твой Бог. Люди получили благословение, и для них опять был праздник благодарения для Бога. Это уже не первые плоды, где они понимали, что все от Бога мы выражаем зависимость и полагаемся на Него. А здесь это уже благодарение. Когда мы благодарим Бога, и они благодарили Бога за то, что Бог позволил им собрать этот урожай. У них теперь была еда на этот год. У них было чем что кушать. У них было что обменивать и продавать. У них было это благополучие, которым их благословил Бог. День Пятидесятницы. Друзья, я думаю, что не совпадение. Я думаю, у Бога совпадений не бывает. Не совпадение, что именно в день Пятидесятницы Господь послал Духа Своего Святого. Потому что, если фокус этого фестиваля, если уклон этого фестиваля была благодарность Богу за сбор урожая, то сегодня мы также благодарим Бога за то, что Он послал Духа Своего Святого в день Пятидесятницы, в день рождения церкви. Он послал нам утешителя. Более того, Дух Святой, которого Он послал в день Пятидесятницы, это гарант. Это гарант. Вот когда вы снимаете квартиру в аренду или берете какой-то займ, покупаете машину, вы гарантируете что-то. И если у вас кредитная история не очень, вы ищете другого гаранта, человек, который за вас подпишется. Так вот, посмотрите, что Писание говорит о Духе Святом, как о гаранте чего-то. Ефесянам 1 глава 13-14 стих. «В нем и вы, услышав Слово истины, радостную весть, несущую вам спасению, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы Его славы». Он залог, Он гарант. Это слово «залог» можно перевести как «Он гарантор», Он тот, кто гарантирует это, Он тот, кто является залогом или гарантом, или доказательством того, что Христос вернется, что мы будем воскрешены, что мы будем в вечности вместе с Ним. И это произошло на 50-й день, в день Пятидесятницы или в день праздника недель. Числа, 29 глава, 1 стих. «В первый день седьмого месяца созывайте священное собрание, не занимайтесь ничем из обычных дел. В этот день вам следует трудить в трубы». Это уже следующий праздник. Это уже пятый праздник, который начинался осенью. После дня Пятидесятницы проходит несколько месяцев, седьмой месяц, и это праздник труб. Праздник труб. Его также называют Рашхашана. Возможно, вы слышали это название. Что же это за праздник? Друзья, это предупреждение. Это предупреждение израильскому народу, когда трубили в трубы. И знаете почему? Потому что во время этого праздника, кстати, в этом году, он выпал на 25 сентября, это был праздник завершения сезона роста чего-либо в Израиле. Вот закончился вот этот сезон. И говорили о том, что скоро произойдет день искупления, день расчета, день, который нам нужно будет рассчитаться за какие-то вещи. Мы будем отвечать за то, как этот год прошел. И вот этот праздник труб, когда они трубили в эти трубы, это было последним предупреждением, что скоро будет праздник искупления. Сегодня это напоминает нам о пришествии, втором пришествии, или возвращении Иисуса Христа, которого мы ожидаем. У нас тоже есть предупреждение сегодня, друзья, о том, что скоро придет Христос, скоро Он вернется. Сегодня трубят трубы, которые тебе и мне говорят, что скоро будет день искупления, скоро будет судный день. И если ты сегодня не имеешь восстановленных отношений со Христом, если кровь, о которой мы говорили, Иисуса Христа, еще не окропила тебя, очень страшно в таком состоянии прийти на день искупления или день судный. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 стих. «Потому что Господь Сам придет с небес, о чем возвестят громкий клич, голос анхангела, и что? Труба Божья». Друзья, эта труба, этот шафар, как пастор Ярослав напоминает, эта труба – это прообраз того, что все-таки указывает на Иисуса Христа. Здесь есть определенная связь. И умершие с верой во Христа воскреснут первыми. День искупления – это следующий праздник, это шестой праздник. Шестой праздник, который происходил ровно через 10 дней после праздника труб. Трубы прозвучали, было предупреждение, и через 10 дней был день искупления. Ям Капкипур. Опять же, 10 дней после этого. Так что же это за праздник? Это день, когда священник заходил в Святая Святых и окроплял кровью Ковчег Завета. Святая Святых. Опять же, все указывает на искупление нас с вами, Иисусом Христом, потому что в день искупления Он заходит, Он сжигает всякие там пряности и так далее, брызгает эту кровь, и это указывает на то, что произойдет в день, когда Иисус Христос умрет. То есть, Он искупляет символически этой пролитой кровью себя и свой народ, друзья. Это то, что сделал Иисус Христос для тебя и для меня. И потом есть последний из этих праздников, седьмой праздник. Это на английском, это Feast of Tabernacles. Это праздник кущи или праздник шалашов. Шалашей. Шалашов? Шалашей. Шалашей. Спасибо. Это праздник шалашей. Это маленькие такие хижины, которые были сбиты или сделаны из пальмовых листьев. Это были такие времянки, знаете, временные вещи. И это напоминало людям о том, как они 40 лет скитались после того, как Бог избавил их от египтян, но еще не ввел в обетованную землю, землю, которую Он им обещал. И семь дней люди приносили приношение Богу, пока они жили в этих палатках, в шалашах. Это напоминало им об этих скитаниях. Левита, 23 глава, 43 стих. Чтобы ваши потомки знали, что Я поселил израильтян в шалашах, когда Я вывел их из Египта. Я, Господь, Бог. Я, Господь, ваш Бог. Друзья, здесь тоже есть прообраз Христа. Это время указывает нам с вами сегодня о времени, которое придет. Вот мы с вами сейчас еще уже получили обещание, но мы еще не в земле обетованной, не в вечности со Христом. Мы еще не там с Ним. Мы вот в такой период времени, как египтяне 40 лет ходили, извините, израильтяне ходили 40 лет после того, как из Египта вышли. Так вот мы с вами то же самое. Уже обещано. Мы уже имеем гарантора. Мы уже имеем залог нашего спасения. Мы имеем. Это Иисус Христос. Мы были запечатлены Духом Святым, как залог нашего воскрешения. Это обещание уже у нас есть, но мы еще пока туда не вошли. Придет время, когда Христос будет сам лично управлять этой землей. И точно так же, как народ израильский ходил 40 лет по диким местам, они не дошли еще в эту обетованную землю. Этот же принцип прилагается к нам с вами сегодня. Бог заботится о нас. Он предоставляет нам все необходимое. Он дает нам, может быть, не манну с небес, но Он дает нам вот это все. Разве это не манна, которая нам дается в ближайшем Костка, Сейфуэе, и которую мы можем иметь доступ к таким вещам, которые не были доступны царям того времени. Со всего мира. Он благословляет нас, Он ведет нас, Он исправляет нас, дисциплинирует нас, и мы идем к земле обетованной. Не какой-то стране в этом мире, на этом земном шаре, но мы стремимся к вечности с Ним. Друзья, вот эти семь праздников. Праздник Пасхи, праздник опресноков, праздник первых плодов, праздник недель или Пятидесятницы, праздник трупов, потом осенних три праздника, день искупления и праздник кущи. Теперь вопрос. Когда нам праздновать жатву? В какой из этих праздников, друзья? В то время оно было привязано к циклу жизни израильского народа. Сегодня мы к этому циклу жизни не привязаны. Мы не выращиваем и со снопами не ходим, мы не связываем эти вещи. И поэтому, друзья, мы призваны благодарить всегда. Мы призваны всегда приносить наши молитвы с благодарностью, и всегда наши молитвы приносить Господу с радостью, с благословением, и с признанием того, что Он сделал в нашей жизни сегодня. Ту благодать, которую Он проявляет нам. И поэтому сегодня мы на данный момент мы привязываем это к тому празднику, который празднует наша культура, и выражаем нашу благодарность Богу за все Его благословения. Но, друзья, я бы очень хотел, чтобы когда мы празднуем жатву, что когда мы празднуем День Благодарения, мы не фокусировались только на одном из аспектов, о которых этих семь праздников израильских фокусировались. Давайте вспоминать не только спасибо Господи за то, что Ты нам дал все это, но давайте вспоминать и Его искупление. Давайте помнить о том, что труба сегодня уже звучит, и что мы ожидаем возвращения Христа. Давайте помнить о том, что лучшее и первое принадлежит Богу в нашей жизни, а не остатки и огрызки нашего времени, сил и ресурсов. Давайте вспоминать и учить наших детей, как это делали израильтяне через празднование ужина пасхального, очень церемониального, когда они рассказывали досконально о том, как Бог проработал их в жизни и каким образом эти дети могут помнить и праздновать это в будущем. Давайте помнить о том, что когда мы разрешаем какому-то греху присутствовать в нашей жизни, эта закваска, она может испортить все в нашей жизни, и мы должны очищать свое сердце от этого. И что день искупления, судный день, он грядет. Христос искупил нас на кресте, но если ты сегодня не восстановил свои отношения с Ним, это будет страшный день для тебя, дорогой друг. И сегодня еще не поздно, чтобы отдать свою жизнь Христу, чтобы вырвать из этого эту закваску и свое сердце, которое там не принадлежит, и возможно в твоем случае оно уже все там заквасило. Сегодня еще не поздно это сделать. Мы сейчас будем молиться, друзья, и во время молитвы, если Господь касается твоего сердца, ты хочешь помолиться, ты хочешь, чтобы Он очистил твое сердце, ты можешь выйти сюда в любое время, как во время молитвы, так и во время гимна прославления, который мы сейчас будем петь в заключении нашего служения. Но мой призыв к тебе, дорогой друг, не игнорируй те трубы, которые звучат сегодня, потому что в следующий раз, когда эта труба зазвучит, это может быть, когда Христос идет, и будет уже поздно. Это будет поздно. Пусть Господь благословит нас и даст нам мудрости в этом. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok